был повышен еще разок на 30 тысяч рублей они прям у меня тут ежат свежие да, уже сделали дабл все скажи, трусбрей сделали дабл все будет еще будет еще отлично молодцы спасибо большое привет спасибо большое тем, кто поддерживал турнир мы собрали с вами мы начали с 90 тысяч 90 тысяч рублей и уже сейчас призовы в 180 любопытно, что в Хоге я могу говорить там призовой пополняется мотивация такая в финале давай матчи он говорит я никак не думаю мне главное, чтобы хорошо сыграть такой молодец короче у нас сейчас будет матч за 30 место он тоже будет он тоже будет идти по системе БО-3 а вот в финал будет БО-5 обидно конечно что два соклановца да короче ставочки вынимаются на карту да хорошо обидно когда два соклановца вынуждены сражаться не в финале а вот в таком вот конечно еще обиднее в каком-то более ранней стадии турнира встретиться но тем не менее что один, что второй ну могли могли тем более взял одну карту у Хавка вторая хоть он проиграл 0-2 но все равно вторая карта была довольно интересной близкой ой наконец-то мы посмотрим на новых героев во первых появляется у нас фарсир старый добрый фарсир который вызывает волков делает чайник один из самых древних арховских героев бойскав вступили в бой ух ты тут прибегает сразу Хав на Харас они же соклановцы они прекрасно знают как кто играет и один футмен смотрите что он творит просто один футмен взял и запорол весь начальный криппинг волков не вызовет но Сапурдж сразу тебя там очищает уууу какой старт это вот самое самое плохое самое неприятное играть с человеком которого ты знаешь из которого ты кастомки гоняешь то есть вы мало того что близки по уровню вы еще настолько хорошо знаете стиль друг друга особенности всякие фишечки более того если вы в одном клане вы делитесь и говорите как вам как улучшить себя играть потому что вы же тренируетесь вместе вы в одном клане и в таком случае ну игры получается как правило очень напряженные как правило если конечно один не сдается сразу потому что он там заведомо хуже играет ой какие битые тут рабочие смотрите 1 1 2 2 войска обступили форсиром форсиром то есть просто не не позавидуешь ситуации которая сложилась в матче за третьим не позавидуешь не позавидуешь так теперь 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 стоит еще раз акцентировать внимание на том что в любом случае у нас будет либо новый большой турнир либо серия турниров с гарантированным призовым 90 так тысяч рублей вот потому что благодаря совместным сериям призовой фонд удалось увеличить ну и благодаря этому скорость брейна сразу верит своим принципам и в который раз саппортик окей сейчас идет активная борьба хотя бы за каких-то мобов видите форсир пытался добить но хам вовремя остановился перестал атаковать кобальта спровоцировал форсира на дальнюю атаку и только после того как эта атака прошла и у форсира уже не было возможности нанести следующую порцию урона он всеми одновременно проатаковал этого кобальта и добил пока что ситуация у кавка выглядит значительно лучше то есть он саботировал начальный крипинг с минимальными вложениями просто один фонд это удивительно как ему удалось все планы кэша разрушить на стартовый крипинг да были потери среди мирного населения и возможно еще будут потому что несмотря на наличие автоматические вышки вот смотрите довольно шустрые и подрезают еще минус один рабочий но в целом по опыту вы посмотрите по опыту какая ситуация форсиру убил двух рабов это пятьдесят вступили в бой архмаг уже почти третьего уровня пытается сейчас заблокировать вход архмагом на мейт не получилось но фишка хорошая то есть все настраиваются так плотненько чтобы на базу нельзя было просто так зайти оставляя как правило выход для себя вот сейчас была тоже маленькая тишка он перенацелил вышку магическую на свое здание для того чтобы архмаг получил опыт самостоятельно за убитого потому что за убитых строениями защитными опыта не дают вот и сейчас не совсем понятно что делать у тебя герой такой который рассчитан на харасс но он уже без маны он уже без здоровья и вроде как их поубивали какое-то количество рабочих но остановить архмага в хриппинге не удалось он уже получил третий уровень поиска вступили в бой и уже у Кэши серьезные проблемы второй герой конечно же Таурен его башен смотрите уже второй раз третий раз подряд при том что вероятность 20% какой-то дикий вообще Кобальд и кстати из-за этих вот трех выстрелов не удалось вовремя добить этого Кобальда из которого выпадает арсифар что-то вообще не прет реально там было три удара три баша вероятность то ли 15 как у ОФТ то ли 20 но вообще войска вступили в бой и он там все попал просто все попал на город напали заходит Таурен делает стоп и Виверна первая вылетает ну это соло Виверна такая еще один стоп ах поздновато сделал он был уже момент когда все вокруг Таурена были и можно было застопать и ну не одного а трех соло и воиска вступили в бой но Таурен но Таурен уже успел убежать Виверна еле выжила от модного элементаря среди здоровья и делает телепорт сейчас будет молоток скорее всего замах был молотка не было нет все таки решил очень агрессивно играет Хавк агрессивно уверенно отбился уже у него Т2 появляются первые кастеры зорочки появляется слоу и конечно очень удачно заходит смотрите во первых сетка была на тресте тут же диспэлит элементаря тут просто и сам еще наедать собирается этих троллей которых не докринул Хавкну может быть это и перебор потому что все очень битое молоток был неверный отбегают ополченцы в бухте молотников пытается окружить pinpoint стоп хорошая а хрощение wszystkich разодки но все равно подрался хорошо у sweating более менее имеется 47-50 и войдет 2 уровень появляется аура маневренность вст구나 PRESENT α Это очень важный переход для того, чтобы сделать контру хавков к биверну. Конечно, там можно сделать битрайдеров, но это тоже дополнительные затраты и по времени, и лимит. Иногда ты не ожидаешь, что там вылетит даже один хавк. А он сразу нейтрализует одну цель, которая дороже стоит, и нейтрализует без шансов. То есть там либо светка, которой нет, потому что ты играешь через кастеров, либо хекс, Войска вступили в бой. То есть сбивать сетку нечем, просто нечем. Вообще интересный билд, такой вот верный шаман. Он логичный, он даже встречался... Многие так играли против Куманов в действенное время. То есть спортив Тауре неверный. Отлично. Смотрите, как крипджекит, как он ловит на криппинге. Минусует сразу очень быстро 40, плюс она минус вторая, третья. Вот. И, если честно, ситуация очень плохая у хавка. Но она и до этого была не очень. Из-за вот неудачного сражения здесь. А сейчас полный контроль. Карта на стороне. Понимаешь? То есть он может спокойно ходить, куда вздумается, крепить, что он хочет. Потому что если вдруг он встретится с хавком, он сможет одолеть его армию. А хавку нужно внимательно выбирать, куда сейчас бежать. Для того, чтобы, ну, не зарваться ненароком на врага. Он начинает с ополченцами. Ой, сейчас какой-то такой момент будет. Может быть, фатальным просто. Потому что идет крипджек. В середине просто процесса. Да, хавка понимает, что его здесь не выстоять. Он пытается сразу телепортировать и добивает голема. Господи, вы подумали. За пункт чуть-чуть не хватило урона, чтобы этого голема убить. Но самая большая проблема, что по этому голему никто не стреляет. То есть кастер не стреляет. Там Артмак далеко. Хавк занят тем, что словил там Биверна. Войшка вступили в сбой. Да, и Кэш вроде как... Батыбут гейм. Иссорио заболется о нас. В стильном костюмчике привозят воду. Спасибо ему за стримпест. И за воду тоже. На город напали. 44-57 метров. Я не вижу вообще шансов. Свиток лечения отличный. Таурен уже третий. Третий стиль – это настоящая краса. Просто он может всю землю просто... Ну, это не пятый конечный ренд, но все равно стоп очень долгий. Непонятно, как с этим сражаться. Допустим, в Виверн мы словим. Там должны быть банки, кстати, вылетать банки. А, рейдеров. Войска вступили в бой. Тоже хорошая тема. То есть сбиваешь сетку... Своей сеткой, так скажем. Прерываешь заглинание, и все хорошо. Давайте посмотрим. Третья. 64-67. Конечно, очень хочет сражаться. То есть по тому, как он перемещается на карте, по тому, как он... Опа! А вот пошла первая сетка. Вторая, третья. Виверны уже не здоровые. И готов. Вот всяк Виверна теряет здесь. 1-1. 2-3. Все. Ну все, внизу весь воздух, спустяп. А что делать? Уже лимит равный 48 на 46. Правда, по земле все равно непонятно, где подражаться. Падают рабочие, падают кастеры. Опять 41 лимит. На самом деле это большая победа, что он почти на халяву взял и нейтрализовал весь этот воздух. А он же дорогой, там 12 лимита, там по 265 золота. Полминуты на каждую виверну рабочие там вкалывают на шахты. Ну и плюс они же еще жирные по экспе. То есть там должен был прокачаться герой. МК с неплохими артефактами. То есть интрига все еще есть, потому что пока непонятно, как убивать именно хавков. Они сами по себе, конечно, не мега опасны. Из-за того, что пирсинговый урон не такой высокий для трехлимитного. И все, и ловят в сетку. И что делать? Захавка вписывается? Да, видимо будет вписываться. Лайтинг силд на Таурена. Он врывается. Делает стол. Останавливает Малтон Кинга. Останавливает сорочку. Дисмейлет элементарий. Очень хорошо врывается хэш. Терпит Таурен. Но у него еще есть сильное издение. Он еще может принять большое количество урона. Врывается опять. И снова стол. Все кастеры стоят. Чайник сверху по классике. Лайтинг силд все еще работает. Перегруппировывается. Чуть назад Таурен. Прикрывается по своих картах. Снова лайтинг силд. На этот раз на ополченцев. Чем убивать? Только хавков не совсем понятно. Хотя он просто забить стоит на них. Просто пытается убить Малтон Кинга. Он получает третий левел. Но это даже минус. Он получает третий левел. Потому что он дольше будет выходить из алтаря. 28 лимита на 42. Кэша по-прежнему значительно больше. У него четвертый Таурен. Подрезается большое количество рабочих. Все рабочие с леса были убиты. То есть те, кто добывает золото. Рейдеры помогают справиться с хавком. С хавкоми. За какую странную стомку. Ни по кому не попал. Вот. И все. Хорошо посражался. Очень хорошо посражался. 50 лимита на 33. Убил второго героя. Важного героя. Который долго будет еще выходить. Из-за того, что он еще уровень получил. С каждым новым уровнем просто прибавляется там по уровню. Не помню. Поскольку. То ли по 10, то ли по 15 секунд. Время его становления. Поэтому лучше бы он умер второй. Единственное, наверное, почему отступает сейчас кэш. Это то, что у него маны нет. То есть ему бы сейчас отрегерись. В обоих героев ману. Закупиться. Замазаться. Чтобы восстановить здоровье в некоторых юнитах. Купить бутылок маны. Войска вступили в бой. Я не знаю, почему он этого не сделал. Все забыл. Сейчас посмотрим. Замазать. Не, ману не покупают. Деньги есть. 50 лимит. Почему бы и нет. Несмотря на то, что у Кавка было все плохо. Он все равно пошел просто и начал крепить лагерь наемников. Прям под боком у врага. И это может стоить с моей игры на самом деле. Потому что так просто его отсюда не отпустят. Ну, солид кастер. Минус второй. Вот понемножку, понемножку он теряет юнитов. При том, что его и так-то мало. То есть разница по лимиту ощущалась. Там 33 на 50 было, да? Чем 41 на 50. Вот он потерял еще там 4 лимита. С другой стороны, его можно понять. Потому что он должен сейчас не сколадить. Он должен пытаться как-то, например, стать пущенным. То есть, если бы ему удалось, например, подрезать, пока там Орг думал долг, например, да. Он бы пришел, подрезал один наемников. Успел бы отойти. Войска вступили в бой. Потом успел бы, например, свой забрать. Уже было бы преимущество по экспе, по предметам. А Орг дистанционно бы сходил сюда. Увидел, что здесь никого нет. Ну, в общем, время бы мог потерять. Но в игре ты часто принимаешься, пытаешься прикинуть риск. Повезет, не повезет. Иногда идешь, понимаешь, что этот шаг очень опасный, очень рискованный. Но вот если ты такого не сделаешь, то шанс у тебя будет еще меньше со временем. Как там говорил один великий саркастер, наш адвокат, если у тебя все хорошо, то ты ставишь экспанк. Если у тебя все плохо, то ты тоже ставишь экспанк. Такая же логика. Отличный момент. Таурен. Ну, правда, сейчас форсиру может помереть. Таурен там ворвался после 7 месяцев. Но артмак, в смысле форсиру, получил молоток и фокус по форсиру. И если он сейчас подойдет, то его может опять прилететь. Да, летит молоток, фокус по форсиру. У него нет телепорта. Он очень рискует сейчас, конечно. Но последний так отступает. Но в это время армия орка ловит карту. Подрезает там разных юнитов. Там за крестами с орочками бегает сумасшедший Таурен пятого уже уровня. Делает столб, убивает креста, останавливает еще пару сорок. Одна только успела... ой, лягучка подблочила. Отлично. Ну что... Игровой момент. Лягучка реально спасла сорок. Форсир еле-еле спасся. Он вынужден был добежать до магазина. Купить себе невидимость для того, чтобы его там не убили. Бросветка сработала. Потому что знает, что где-то невидимый форсир. Форсир ему передали бутылок жизни. Класс. Сейчас будет стоп на элку, наверное. Не знаю, будет-не будет. Форсир пятый. Сейчас бегает за Тауреном. У него тоже проблемы со здоровьем есть большие. Игровой с временом 37. Гэша значительно больше. Ловит Аркмаг, но он прожимает неуязвимость. Еще пять секунд он ходит от неуязвимости. Таурена пытается сейчас как-то подбить. Короче, как ты понимаешь, что либо ты сейчас поджимаешь героя вражеского, либо это ГГ, потому что по лимиту ты проигрываешь. Он вбивается в Аркмага. Аркмаг пустой. Таурен сверху падает. И Аркмаг отсюда никуда не уйдет. Аркмаг пятого уровня умирает. Остается один форсир против МК. Переманивает его. Смотрите. Синий, красный. Смолбрекер. Заглядали своим. Переманивает невидимых волков. Тридцать один лимит против 46. ФС шестой. Третий чайник, конечно же. Молотун кинг окружен. Он может отсюда выйти. Сверху Гранд не подплочил. Снова сетка. Пытается окружить Молотун кингом вновь. Лягушка убил. Та самая лягушка, которая блочила Таурен, сейчас подплочила Эмпу. Но он быстро сориентировался и как бы срубил лягуху. Так, хорошо. 40 лимита. Деньги у нас есть. Чайник очень жесткий. Большое количество хп сносит. Сразу минус 40 и там по концу остальные. Но сражаются до конца. Вот я об этом говорил в начале. И они, благодаря тому, что заклановцы, благодаря тому, что играют друг против друга, прекрасно знают, кто как играет. Прогласили одинаковый уровень. Войска вступили в бой. Друг к другу регулярно. Типа, мы поиграем. Патриируемся. Я тебе расскажу, как против куманов играть. Я тебе, как против форков. Вот здесь ты можешь это сделать. Короче, все ты свои карты раскрываешь перед своим тиммейтом. То есть секретов у вас, ну, бывают такие тиммейты, типа, как, не знаю, тот играбель, который всегда в рамках команды конкурировали. То есть они тренировались, но тот частенько не выкладывал все для того, чтобы, ну, конкурировать со своим соклановцем. Тут явно другая история. И по общению это видно, и по игре это видно. Они притерлись хорошо друг другу. И именно поэтому игры получаются очень сложные, напряженные и очень близкие. Пока разошлись. Ну, шестой форсер, конечно, это беда. Да и пятый то время тоже. Может, продать можно? Хотя армор дополнительный, видишь, чтобы не горят. Инвульсис, скорее всего. Или свиток. Что-нибудь такое. В поле-то собраться. Играют. Синие волки, красные волки. Постоянно бегает харасик. То есть рабочий. Чуть-чуть не успел застроить. Смотрите, вот этот рабочий ставит ферму. Единственное место, через которое можно было забежать. Но, к сожалению... Или сбой. На город на память. Слишком поздно. Так, тут волки тоже харасик. Не типичная, конечно, ситуация. Ну, типичный, не текущий метод. То есть с полдрекером подняли... ...это... ...обилку, которая позволяет теперь более жирных, вызванных юнитов, переманиваясь. Мне кажется, казалось, что этот полдрекер раньше не мог переманивать выше второго волка. То есть третьи не поддавались за 200 маны, 250 маны, которые у них есть. Не помню, как это множество ли было. Мне кажется, нереально это было. Все-таки поправьте, если не прав. Потому что... Не помню я, чтобы переманивали третьим волком в предыдущем патче. Честно, из-за количества КТ. Прям здорово, чтобы. Так, ну что, кэш ставит экспант. Нельзя оставлять это безнаказанным. Таурен пытается ворваться прямо в кастеров. И спелят элементарный. Таурен лучше ловит молоток, но, естественно, добегает. Чайник, стоп. Все кастеры красные. Скролл-спит для того, чтобы нейтрализовать запетление от сорочек в сорочке щебется. Тут же остался без прикрытия артмаг. Артмаг окружает, начинает убивать. Не успел чуть-чуть стоп сделать Таурен. Артмаг успевает отражать. Артмаг Минвул, Таурен Минвул. Но Таурен очень битый. А Малтер Тик-то здоровый. Как уйдет Таурен? Никак не уйдет. Минус Таурен. Пятый МК. Господи. И там, несмотря на то, что были ситуации, когда его было 30-50, он выруливает в этой катке с ума сойти. Он выруливает, потому что сейчас уже непонятно, как выигрывать. МК? Ну, очень близкие, очень сложные игры. Прям жалко даже смотреть, потому что они знают друг друга очень хорошо. Очень хорошо. И это ощущается. И Я, если честно, Веска уже немножко так Похоронил Хавка Потому что Было, по крайней мере, один-два момента Когда Когда было, ну, очень плохо То есть у Хавка минус Второй герой У него 33 лимита Он только что отбился еле-еле у себя на базе А там пятый таурен Ну, или там четыре с небольшим 50 лимита Все живые, отступаем просто до того, чтобы там Ману восстановить Вот это да Красиво очень Там очень хорошо он отзонил кастеров своих Таурена прямо Вот было бы идеально Словить с тауреном Молоток уже в углу Потому что там вот Я решил как раз этот момент Когда он практически воровался в кастеров Уже почти был в рюмче Он мало того, что до них не добежал сразу Он словил молоток Он словил минус маной Ну и минус КП, соответственно, по нему Как усилий некоторое время у брякера Которые стояли рядом Вот тот микромомент мог бы зарешать На самом деле Потому что Ему надо было только Скорее всего сейчас просто отбиться Потому что как бы база же достраивается Так, пока не забыл Нужно пополнить еще призовой фонд Турнира Потому что напомню, что Ой, там Логист перевел Касарик Увеличил до 151 тысячи Еще Бобилайт Который здесь стоит Где-то неподалеку с телефона Вон, привет Спасибо большое, Бобилайт Перевел тысячи рублей Зерк ТВ Зерк ТВ Человек, который играет в Старкрафт Второй Тоже засаппортил фонд И подходил еще Товарищ, не помню никнейм Сависка Который сидел Саш Боюсь ошибиться В нике Потому что это товарищ Который смотрит хэппи Он закинул еще Три Пицать Тысяч Рублей И таким образом Призовой фонд турнира На данный момент Составляет 182 тысячи 505 рублей Да Хочу сказать, что Весь Поставил на мой комп В своей кастом кейсе У меня Окружения не было в игре Потому что там Восьмерка на фью была забинжена А было же пара моментов Когда-то Я хочу окружить А у меня футбены не бегут Там просто его Пройдет к ногам Такая цена А вы теперь играете? Нет Ну я же выиграл Это тиммейты Бассера Слушай, а почему Вот Как тебе кажется Что в финальном сражении Могло, кажется, спасти? Там НВУ Прожатый Волг Волг Нажать нормально Мы же на лаге играем А что еще? Ниграем Это все равно Правда Я на вейд Переучился И просто Бозбрил мне Когда Когда у тебя Умер МК 30 в уровне Когда у тебя Три Три лимита Ты стоишь на мейне У него вся армия здоровая Убегает только Чтобы ману подрегенить Ощущения какие-то Нормально все Я все думал Почему у меня муф не работает И об этом Ну а сейчас все нормально Хорошо А сейчас договорились Вот такое бывает Дело в том, что Они играют на стенде На стенде два компьютера С той стороны Где проходят игры Две плазмы Чтобы было видно Как они кликают Для любителей Посмотреть От первого лица В этом есть С вами привет Потому что Если вы не наблюдали За игрой Человека Который умеет играть В какие-нибудь Такие вот РТС Старкрафта Варкрафта Где нужно ПМ Там 300 300 плюс Это конечно впечатляет Особенно если вы ни разу Не наблюдали Действительно за этим Есть такая возможность Посмотреть Как кликают Как контролят Вот Но вот приходится Игрокам просто меняться То есть отыграли Первый полуфинал Взяли свои девайсы Взяли мышки Взяли клавиатуры Коврики У кого-то Кастом кейс Вот как в этом случае То есть Бинды и другие И выясняется Где-то там Уже после начала игры Что ты не можешь окружить Потому что За твоим компьютером Сидел другой человек И перебиндил кнопку Все Итак Напоминаю Что сегодня у нас Проходит И закончится Кстати Специальный турнир Который называется Ротпус Трехъезд В котором принимает Участие Четыре человека Все они Честно проходили Отборочные квалификации Квалификации были открытые Любой из Желающих мог принять участие Оно бесплатное Абсолютно И в случае Если вы бы заняли Первое место На одной из четырех квалификаций То Вам предоставлялась Оплаченная квота То есть Дорога проживания На финальную часть Где вы гарантированно Даже если отыграете Все Всем проиграете Занимаете четвертое место И получаете Все равно приз еще 18 тысяч рублей Неплохо Я считаю Вот Сейчас мы смотрим С вами матч За третье место Кэш Хавк Можно кстати Отредактировать счет Да Чуть ли я про переигрывку Заговорил А Хавк Как бы он выиграл Зачем Зачем переигрывать Всем в часике привет Еще раз приветствую И благодарю всех тех Кто Вживую к нам пришел Давайте еще раз На тех Живых болельщиков Эй Спасибо вам большое Что пришли на стрельфест Пришли поболеть Посмотреть Ну что Сгон Значит у Хавка Теперь типа не должно быть Проблем с окружением Хотя В прошлой игре Вы помните Было несколько Окружение с его стороны Все было вроде нормально Но пара моментов Были действительно странные Когда казалось Что подлетит там Сверху Юрия Или там Как-то В общем Хотя Клоккея не нужен Для подвода Юрия Может у нее А нет У нее набух Просто Клокнуть Странно В общем надо Расспросить Хавка будет О том Как это получилось Почему он все-таки Умудрялся окружать Без входки И почему Не окружал там Где нужно было Твоим Сверху подвести Также в качестве Первого героя Форсир Сначала конечно Было в области Не очень хорошее Когда Клэс не смог Прокрепиться И Как раз Не такой удачный был Третий АМ Против Форсир У которого Т-50 XP Это плохо Снова Фотмен Не знаю Какая на этот раз У нее миссия Разведывательная Или диверсионная Можно ли тут Как-то тоже помешать Чему так Посмотрим Войска вступили в бой Судя по всему Нацелился На лагерь наемников И фут Это видит Какой шикарный Тайминг Опять Посмотрите Балка Диспелит Неужели опять Футмен один Испортит Вот всю Малитру Будем брать Опасно И он еще ждет Он собирается Набивать Все Надо бить Мага Сразу Диспел Значительно Усложняет Процесс Скриппинга Ну и Как бы Гарантирует тебе Что у тебя Никаких проблем С скриппингом Не будет Если тебе хватает Внимания Надо контролить Как надо Делать технику Ну что Кэш В любом случае Возвращается Стремиться Похарасить Тоже Ополщенцы Тут какие-то Стремные Выбегали Вступили в бой Как будто Они собирались Сразу На экспант Бежать Я бы Насторожился На вести Кэш Перевлекать Ополщенцев Для того Чтобы отбиться От ФС С грантом Это Ну это Нет необходимости На данном этапе Да-да-да Это вот ребята Которые Хотят чего-то Большего Это все Человек Которые бегут На экспант И бежали В тот раз Тоже Тут не самые Конечно Сложные Нитралы И до Ополщенцев Начинает Крипиться Хороший Артефакт Выкладывает Еще сказочные Вещи Сейчас у Аркавага Добил Кто добил Форсир Добил Одного Троля Точно добил Форсир Да Экспей Это вижу Но Дальше Сложно Да ладно Как Как Окружать Троля Очень странно Сейчас контроллер Качество Я реально Думал Что Если он накручат Этого Тролля Он его убьет Учитывая Это Очень Очень маленькое Вверны Шаманов Ну а если на прошлой карте Фастекс Было поставить Почему рабочие Такие не вталуют Как вступили в бой Там кажется золото В определенный момент Закончилось Но все было Прям четко 70 золотых То есть 7 секунд Типа Вот они Назад Не хватило им золота На то что будет Построить Хотя это странно Потому что Даже если вы Шестью рабочими Строите У вас все равно Положительная динамика По добыче золота Очень странно Должно было Хватить Может он Не доконтролировал Так А на Галде Четыре челленджи Ой Здравствуйте Привет Хорошо Это Холин Ну вообще Да У нас Финальная честь Турнира Призовой фонд Уже 185 тысяч рублей Лучшие игроки Чемпионы Сражаются Вообще Очень интересно Войска Вступили в бой Я? Куда мне Я же старый Я могу только Пытаться объяснить Что происходит И кто не успевает Я уже все на пенс Я на пас Пора это признать Да А еще А еще У нас сейчас проходит Нет Не проходит сражение Нормально Отвлекаемся Ребят В холле сложно отказать Еще у нас Лерш продается Отлично Смотрите Полочки Полочки На город Напали Отлично Отлично Неожиданный Поворот В это время Идет контратака Как вы видите Кафт прямиком Со своего Войска Войска Вступили в бой Не знаю Как это получилось Вышел сэха Подрезал тролля Хороший кекс Ну чтобы не диспейнул Вот эта лавка Которая стоит Здесь Прям на Ну Вдали от От базы Она подставляется Сильно Так Что это происходит Артмагу Пытаются убить Нечерта непонятна Вообще Надо прям следить Очень внимательно За тем Что происходит На экране Потому что Здесь много Микромоментов То есть Секунда прошла Фокус цели Поменялся Приоритеты У игроков Поменялись Кто-то появился Кого-то нужно отвезти Кого-то уже убили Вот тролля Например Сейчас раздраконили Квартир еле ушел Замазывается КП восстанавливает Биверна тоже бедолага Еле улетела У него мало КП Тут товарищи Пытаются подрезать фокус мэна Но он на чудесах На 8-7 китах Убежал Гага пишет Что это происходит Я не понимаю 7 с половиной минут Как выигрывает 2-0 Никакой интриги В матче за 30 места К сожалению нет Но скорее всего Вы знаете Просто После предыдущей игры Которая реально была Отлично и напряженная Даже какие-нибудь мелочи Уже Кажется нырился